Скуф, Скуфидон, Скуфец, Скуфанавт. Последние пару месяцев эти термины можно услышать везде. Тысячи мемов, роликов о представителях этого слоя общества, а также популярные блогеры, записывающие себя в ряды движения. Иссвежевое интервью Юрия Хованского каналу вписков, в котором он называет себя главным Скуфом. Быть Скуфом? Круто. Все самые крутые чуваки Скуфы. Ну кто это вообще такие? В чем прикол? Почему эта тема настолько сильно расфорсилась в сети? В ближайшие пару минут вместе разберемся с историей возникновения, причиной многочисленных мемов, а также поддержки этого движения. Узнаем, как распознать Скуфы, как им, собственно, не стать, а также почему над ними все рофли, да и стоит ли, в принципе, это делать. Плюс кратенько пробежимся по другим похожим верлокам, вроде масиков, тюбиков и чечиков. Собственно, кто ж такие те самые Скуфы? Меня пытаются подставить. Приятного просмотра. Скуф — оскорбительный термин, которым называют мужчин старше 30 лет, с лишним весом, пивным животом и лысиной на голове. Суть негатива заключается в том, что такие ребята якобы рано забросили себя, выглядят в разы старше информации из паспорта. А все потому, что избегают занятий спортом, заменяя сложность ухода за собой пенным с крылышками из фастфуда. Лично я сразу подумал, что слово Скуф — это какой-то англицизм типа скинхедов. Однако история возникновения термина куда более интересна. Этот мем можно смело назвать отечественным, потому что он родился из фамилии уже бывшего модератора-двача Алексея Скуфина. Все началось вот с этого видеообращения, которое до сих пор можно найти на YouTube. Если кратко показанным роликом, Скуфин отвечал своему оппоненту с другими политическими взглядами. Ну, двачеры начали обсуждать не суть диалога, а внешний вид — образ жизни формулировки борца за мнение. Естественно, очень быстро его сдианонили, началась травля, но материал не об этом. Конфликт в целом спровоцировал споры на тему того, почему люди после 25 лет превращаются в подобие Скуфина. Ну, или Скуфа, собственно, тут и родилось сокращение. Пользователи начали вкидывать еще больше похожих персонажей. В том числе это фото. Некоторые даже утверждали, что на нем тот самый модератор Алексей, тем самым подкрепляя основные признаки Скуфа. Собственно, а какие они? Давайте кратко пробежимся по списку, которую я сформировал после анализа доступной информации. Если что забыл, летите в комментарии. Первый признак — внешний вид. Скуф не опрятен, а иногда не бреется или делает это некачественно, отвергая моду, предпочитает спортивный стиль одежды. Но никак, кофники или скинхеды, те все-таки ходят в брендовых шмотках. Скуф выбирает недорогие кроссовки из-под невесты и костюмы, на которых чаще всего написано что-то вроде «Абибас». Из внешних отличительных черт дополнительно выделяют визитные карточки. Пивной живот, который сформировался за годы преданности пенному напитку, Скуфы входят в ряды ценителей в лет 14, и после стараются ни дня не проводить без мильного. Короткая стрижка, которая чаще всего скрывает лысину и позволяет, собственно, не следить за прической. Немаловажную роль в вычислении Скуфа играет его рацион. Чаще всего выделяют всеразличную лапшу быстрого приготовления, пельмени, макароны, если Скуфа за 40, обязательно по-флотски. Батон, колбаса, чипсы и сухарики с каким-нибудь чесноком или хреном, чтобы запах пробивался во все квартиры подъезда. Кроме того, такие движения отмечают, что практически в каждое блюдо Скуф не может не добавить главный ингредиент — майонез. Его много не бывает. Сразу вспоминается тот самый Кузи из старого универа, правда, по всем остальным параметрам он вряд ли подходит. Некоторые из вас могут узнать себя в первых признаках, однако больше фокуса следовательского скуфизма делают на другие параметры. А именно лексикон, сферу деятельности, политические и общественные взгляды, хобби, личную жизнь мужчины за 30 с животиком и залысиной. По выведенному шаблону речь Скуфа не обходится без мата, который заполняет паузы и связывает предложения. Иногда вместо нецензурной брани могут использоваться другие междометия. Че, типа, как бы, короче, эээ. Еще один важный триггер — громкий смех над любым юмором. Максимальные децибелы выдаются при просмотре уральских пельменей с тарелкой горячего мяса в тесте из магазина у дома. Рисуется четко антисоциальная картина, не находите? Я не про выбор юмористической телепередачи каждому свое, как говорится, поэтому давайте разбавим каким-никаким плюсом в общей характеристике. Скуфов называют очень порядочными и ответственными людьми, правда, только если это касается священной работы. В большинстве случаев она связана с физическим трудом и неплохо оплачивается. Несмотря на одну из стадий алкоголизма, то, что очевидно, учитывая постоянное употребление пенного, среди статистических скуф не приходит на работу пьяным. Что ж, похвально. Переходим к хобби. Из интересного обожания передача различной конспирологии. Про перепития, истории, захват мира, масонским орденом и всякие там химтрейлы. Именно такие люди, по мнению экспертов из интернета, являются главными распространителями теорий заговора. Ну и куда же без мужского отдыха в виде танков? Развитие своих железных коней, донат и бесконечное съедение в кустах в ожидании противника. В некоторых материалах это связывается с психологическими травмами. Якобы скуф не смог добиться своих целей в детстве, юношестве и, например, в спорте. Был лучшим из лучших, выиграл турниры, кубки и медали, а потом что-то помешало стать новым Лионелем Месси или Майклом Джорданом. Бля, так-то это же Гена Букин, его хит-трек в турнире «Кожаный мяч». Походу скуф это собирательный образ всех кринжовеньких сериалов по старому ТНТ. Последние самые свежие триггеры скуфа. Консервативность и ультрапатриотичность. Мужчина готов драться за свои идеи, но только в комментариях. И правильно, физическое насилие осуждаю, хотя и в сети тоже будьте осторожны. Личная жизнь. Здесь все достаточно странно. Если мужчина, который внезапно становится на путь скуфа одинок, то, скорее всего, таким и останется, потому что терпеть грязь, бутылки от пива и постоянный ор в танках могут единиться. Однако некоторые становятся скуфами уже в отношениях. После рождения одноволен нескольких детей, полного погружения в зону комфорта и день сурка. Несмотря на все минусы, разобранные выше, скуф становятся спокойными и нормальными семьянинами. Выполнили свои функции, открыли пивко и погнали отдыхать. И да, никакого сексизма, термин скуфиха или скуфка, относящийся к женщинам с такими признаками, тоже существует. Хотя оба класса можно отнести куда более старым ярлыкам. По сути, скуф это среднестатистический пати с охотой в руках, а скуфка, хабалка, баба и все другие вряд лица не очень приятны в общении и жизни представительницы прекрасного пола. Но тренды есть тренды, и новых терминов в последние пару лет появилось достаточно много. Парочка примеров. Масик – парень, который заботится, красиво ухаживает, беспокоится о проблемах и эмоциях своей второй половинки. Что в этом плохого? Негативный окрас создается за счет того, что такой мужчина не может поставить свою даму сердце на место, не манипулирует, не применяет к ней грубую силу и полностью поддерживает веяние равноправия. Повторю свой вопрос. Ладно, у всех свое мнение, можете называть меня Масиком. Нулевые ярлык по сути был аналогичен папику. Масиками называли состоятельных ребят, которые полностью содержали своих девушек. Следующий мем – термин ярлык – чечек. Если кратко, это просто друг, постоянный обитатель френдзона, причем у ряда представительниц прекрасного пола. Вроде хороший, вроде ухоженный, но не вызывает каких-либо любовных или страстных ощущений. Пока все про меня. Шучу. Идем дальше. Тюбик – нет, не этот. Так называемый парней, который, ну, очень привлекательный и притягательный на первый взгляд. Однако позднее внезапно становится абьюзерами, харассерами, короче, большим списком современного сленга. Термин появился в ТикТоке два года назад, по сути, тоже не является чем-то необычным. К чему это я? Все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому мы имеем дело с чем-то революционным в мире мемов и распорядения людей по различным группам. Давайте обратно к Скуфам. Несмотря на то, что роль Скуфина из-за рождения ярлыка началась в конце 2018-го, трендом Ронетта это стало лишь последний полтора год. И все благодаря внезапной волне мемов, которые начали поддерживать в том числе медийные люди. Стримеры, блогеры и их аудитория, которая спамила новым для себя словом в чатах и комментариях. В итоге ряды Скуфов пополнили, например, Юрий Хованский, Илья Мэдисон, даже один из президентов РФ Борис Ельца. В списке также попали и неожиданные имена. Например, Леонард Ди Каприо, который, по мнению пользователя интернета, с годами начал забивать на себя и превращаться в того самого батю. По крайней мере, визуально. И Илон Маск, что лично для меня странно. Некоторые поддерживают развитие мема. Тот же Хованский сразу принял статус главного Скуфа, что, собственно, полностью подтверждается его образом жизни и внешним видом. Тогда, как олдовый блогер Илья Мэдисон очень удивился новому ярлыку и даже начал марафон вроде антискуф, отказался от алкоголя и сел на правильное питание. В любом случае, бесконечный поток шуток это не остановило. Всего за пару минут можно найти массу фотографий типичных Скуфов, рофлей в соцсетях, даже на тему того, что это состояние заразно. Сегодня здоровался за руку с Скуфом и не помыл руки. Вот к вечеру первые симптомы. Хочется чесать пузо и кольца кальмаров. Становиться целью таких насмешек никто не хочет. Поэтому возникает вопрос, а как не стать тем самым Скуфом, над которым рофлит весь интернет? Четкого ответа, как в случае с признаками, как ни странно, нет. Некоторые рассуждают на тему того, что скуфизация неизбежна для любого человека после 30-35 лет. Он потрепан жизнью, все осознал и преисполнился, понял, что красивый фото в соцсетях, мотивационные ролики, это лишь пыль в глаза. А тут еще два ребенка, кредиты, ипотека, ломающаяся ласточка, уход за собой, уходят на второй план. Но если без философии, достаточно следить за собой, стараться не оставать от современных трендов. Нет, я не про идеологическую или политическую часть. Просто быть хоть немного в курсе и не заливать свой мост терабайт конспирологии и другого ненужного дерьма. Однако специалисты и фитнес-тренеры отмечают, что выбор своего жизненного пути лично дело человека. Никто не заставит скуфа пойти в зал или начать правильно питаться, кроме самостоятельного осознанного желания. Отравлили или рофлы приведут лишь к укреплению позиций, агрессии и настрою против всего мира. Кроме того, не стоит забывать, что люди могут забивать на себя выглядеть как-то не так по другим причинам. Кроме лени, трансформация в неприятного мужчину или женщину с лишним весом может быть спровоцирована жизненными трудностями или серьезным заболеванием. Выводы. Никто не запрещает вам рофлить, но давайте без перебора. Тем более, что шаблонный скуф может им и не быть. В ходе подготовки материала нашел несколько интервью того самого модератора Двача. Выглядит неплохо, ему оказывается не 30, а 45 плюс лет. Да и образ жизни вроде как немного отличается от всего разобранного ранее. Меня, кстати, в скуф можете не записывать. Всего 25, выгляжу вроде прекрасно, хотя может что-то и изменится. Тогда уже 14 лет буду на ютубе, но если смотрите это в 2029, я подсел на пивко и щетин на пол лица вещаю. Пинайте под роликом. И пишите в комментариях, свое мнение о скуфах и рофлами над ними будет интересно почитать. Стараюсь не отставать из современного мира, публикую интересные новости о технологиях в своем телеграм-канале. Там же дополнительный материал, анонсы новых выпусков и запрос на информацию от вас. Можете стать соавторами роликов и получить приятный денежный бонус. Подписывайтесь. Ну а с вами был Саня Корченюков. Лайк, колокольчик, подписка. Поделитесь этим видео своими друзьями, отправьте тому, кого считаете потенциальным скуфом или тем, кто уже им стал. Надеюсь, зашел вам такой легкий ролик. Да, стараюсь быть современным, ну а я пошел работать. Пока. Командир, арта нужна. Не подведу.